Привет! Сегодня снова я. В этот раз я покажу вам, у-ля-ля, какую малышку. Какой бренд делает самые красивые автомобили? Правильно, Mazda. Сегодня мы рассмотрим самую младшую модель Demio, четвертое поколение. Помните историю, когда два не самых хитрых парня из глубинки приехали на авторынок Зеленый угол и сказали, отец попросил нас купить машину, обязательно Toyota и обязательно полный привод. В итоге они уехали на Toyota Mazda Demio, полный передний привод. В этом видео мы разберемся, что за зверь такой Mazda Demio, сделаем полный инсайт и откроем все секреты этой малышки. Demio выпускается на рынке Японии с 1996 года, в то время, когда еще не заполняли рынки всякие ВИЦы, Приусы, Фиты. Не было еще. Это был один, ну, нельзя сказать, что из первых хэтчбеков, но один из самых популярных, наверное, в России. Каждый третий дедушка, наверное, ездил на Demio, потому что в то время это реально был дедушкин автомобиль. Он выглядел достаточно несуразно, такой угловатый маленький автомобильчик, как у мистера Бина примерно. Вот, появилось второе поколение. Там были версии более спортивные. Когда я учился в универе, у нас половина группы, наверное, мечтала себе о Mazda Demio, спортивной комплектации на обвесах. В общем, второе поколение уже зашло более для молодежи. Третье поколение не так сильно ярко примелькалось, но что-то похоже на Мини Мурана. Многие сравнивали с вот этим кроссовером эти автомобили. И вот вышло четвертое долгожданное поколение. И посмотрите, что Mazda сделала с дизайном этого автомобиля. Смотрите, какая дерзкая красная злюка. У-ля-ля! Как и во всех классах, хэтчбек Mazda не обделила внимание по визуалу. Машина выглядит реально круто. Посмотрите на этот орлиный взор, орлиный взгляд. Ну, реально, я никогда не воспринимал Mazda, ну и в частности Demio, до вот этого поколения. Но сейчас я стал немножко ближе к Mazda-водам. Оригинальная Mazda-ская решетка. Здесь ни с чем не перепутаешь. Если вспоминать обзор на Mazda Accel, которая также выглядит круто. Вообще, Mazda как бы красавчики. Они во всех классах поддерживают свой определенный стиль. И вот эту машину, без разницы, Demio, Accel, Atenza, сразу узнаешь, что это Mazda. Если фит с вицом, там можно издалека даже перепутать между собой, то Mazda ни с чем не перепутаешь. По типу кузова у нас остается этот простой, легендарный, привычный нам хэтчбек. Дерзкий красный цвет. В этом поколении также Mazda сделала большое разнообразие по цветам. Серый, белый, синий, зеленый, красный. Множество ярких моделей. Ну и в сотый раз повторюсь, что по дизайну Mazda как всегда выделяется, вырывается вперед от своих конкурентов. В общем, по кузову глобальных каких-то изменений нет. По размерам примерно тот же самый автомобиль. Не будем вдаваться в цифры, сколько там изменилось, прибавилось литров к багажнику, к общему объему салона. Я могу сказать, что автомобиль стал действительно побольше, попросторнее, нет ощущения, что не хватает места. Ну и кузов действительно сохранил свою компактность. И вот этими всеми, смотрите, как идет прям линия загибов. То есть Mazda прям просчитала каждую детальку. Вот здесь вот подъем к задней части. Вот эта черная полоска, да, такая же, как на Toyota GT86, тоже придает динамике какого-то объема задней части. И реально, что сзади, что сбоку, что спереди, машина выглядит действительно красиво. Если раньше мы говорили, что только девочки выбирают, ну не только, в большинстве своем девочки выбирают Mazda и выбирают именно за визуал, то вот этому кузову я бы свое предпочтение также отдал, если выбирал бы среди конкурентов. Давайте посмотрим, что у нас по клиренсу, ребята. Ну, в общем, где-то сантиметров 14. На самом деле клиренс 145 миллиметров, это примерно как 150, только на 5 поменьше. Для города, для пересеченной местности этого будет вполне достаточно. Машина короткобазая, нет каких-то длинных свесов, как в Харьере. Поэтому цеплять вы ничем не будете. Я думаю, при желании вы можете поднять автомобиль проставками, но необходимости такой нету. Я бы оставил так, как есть. Давайте посмотрим, что в сердечке у нашей малышки, что заставляет ее двигаться вообще и радовать нас после того, как уже порадовало всех японцев. У нас сегодня версия 1.3, 92 лошадиные силы, автоматическая коробка, 5-ступенчатая. Вот тоже, кстати, это фишка у Mazda, потому что в то время, как все концерны, все остальные производители делают машины на вариаторах, на робот, Mazda как будто услышала жалобы наших русских мастеров, наших русских любителей, которые вариатор плохо ломается. Ничего не ломается в вариаторе, ребят, вариатор надежная штуковина, но специально для вас Mazda оставляет автоматы, автоматическая коробка. Есть версии также и на механике, вот есть версии 1.3 на механике, есть варианты передний полный привод и есть полтора литровые двигателя бензиновые. У них 116 лошадиных сил с 2016 года. В 2018 году полтора литровые моторы получили 110 лошадиных сил, выпускаются как на механике, так и на автомате. Также есть полный передний привод. Эта версия у нас самая простая, 1.3 литра, 92 лошадиные силы, передний привод, автомат. Все двигателя в последних поколениях идут в технологии Skyactiv. Это технология, которая позволила уменьшить вес автомобиля без потери эффективности и безопасности. Вот так написано у нас в каталоге. На самом деле японцы и не только даже все остальные переживали за то, что двигатели станут ненадежными, потому что не только двигатель здесь выполнен по этой технологии, коробка также называется Skyactiv Drive. В общем, ребята, все надежно, все работает, все проверено, никаких отзывных кампаний по этим моторам не было. Берите, ездите, никаких проблем не будет. Помимо Японии, этот автомобиль Demio, который еще называется Mazda 2 в некоторых странах, выпускается еще в Таиланде и в Мексике. Все, больше нет. В России выпускалось только в рестайлинге первого поколения с 99 по 2002 год. Видимо, не зашла модель и забросили. В общем, поэтому вот такие Mazda, только японские. Ребята, давайте посмотрим, что у нас по багажнику. Вполне себе просторный багажник, если любите циферки, 280 литров объем багажника в этом кузове. Можно у нас также сложить сидушки. Здесь у нас все кнопочками делается. Я бы, конечно, ручки добавил, да, как в Субариках. Вообще кнопочку нажал, но хоп, распахнулось. Все, здесь не так удобно. Не складывается он в ровный пол, к сожалению. Спать в этой машине не получится, да и как бы вообще хэтчбеки такими опциями не славятся. Но какой-то негабарит возить вполне можно. То есть можно положить сноуборд по диагонали. Рассада наша с вами любимая. Пожалуйста, любите рассаду, грузите рассаду. Есть шторочки в этой машине. Нам не досталось, видимо, японец выложил у себя в гараже. Где-то там она и осталась. Вот, можно, в общем, грузить рассаду, чтобы пыльца в салон не летела, шторочка закрываете. Без разницы, что вы туда грузите, шторочка быть должна. Вот, но я бы тоже, на самом деле, снял, положил бы в гараж. Ребят, в салоне, как всегда, Mazda выделяется из конкурентов точно так же, как и по кузову. Посмотрите, что у нас есть. У нас вот такая вот, блин, приятная на ощупь, как рыбья чешуя. Панелька залакирована в этот же цвет. У нас сделаны карбонные вставки. Мы, кстати, когда снимали обзор на Axel, я поначалу думал, что это реально здесь уже, хотя здесь-то невозможно. То это я имел в виду, кто-то из пользователей японских просто сам заклеил себе. Нет, это действительно Mazda стиль. То есть вот под карбон такие площадочки у нас. Все простенько, но очень со вкусом. При том, что это считается самая младшая модель в сегменте Mazda. Ну, вообще, самый бюджетный автомобиль практически, да. Но, блин, в салоне даже этого автомобиля, если сравнить с лицом, то, блин, земля и небо. Есть подогрев, который можно выбирать, да. То есть 1, 2, 3. Какой силой у вас подогревается сидушка. Не как в некоторых машинах, просто вкл-выкл. То есть Mazda реально думает об этих мелочах. Очень сильно мне в Mazda во всех нравится, что управление магнитолой, да, то есть головным устройством, на которое запитаны у нас все настройки, осуществляется вот здесь вот. То есть не отвлекается от дороги. Вы положили руку вот сюда, и все, и управляете. Тише, громче, выбираете режимы. Кстати, эта штука сама по себе сенсорная. Я тоже не сразу об этом догадался. Вот, ну, потому что очень удобно пользоваться вот этой штучкой. Здесь все кнопочки, как на компьютере. Реально, бюджетный вариант. Смотрите, какой опционал у нас классный. Также есть мультируль. Все эти настройки можно делать с руля. Не отвлекайся от дороги. И это самое главное, ребята, потому что это безопасность ваша. По опциям у нас все как у всех. У нас есть система iSight. Предотвращение столкновений. Контроль за сходом с полосы. Аварийная сигнализация, которая предупреждает водителей сзади вас об экстренном торможении. В общем, технологически машина нафарширована. В зависимости от комплектации опции могут добавляться и убавляться, как у всех. Как у всех, вы скажете, что же такого сделала Mazda? Ребята, да вы и сидели в ВИЦе. Не скажу, что плохой автомобиль, да, тем более Toyota, управляя мечтой, надежность. И многие реально готовы переплачивать просто за бренд. Но посмотрите, что делает Mazda. Посмотрите, как реально стильно сделан салон. Даже ниссановские салоны уступают многие. При том, что топовые автомобили, такие как Murano, к примеру. Да нет там таких красивых вставок. Да, там тоже интересные изгибы. Но, блин, Mazda творит чудеса. Вот, у нас кожаный чехольчик на ручнике. Кожаный чехольчик на селекторе автомата. Вот, и если коробка, то тоже здесь реально красивая рукоятка. То есть машина, которую хочется не то что смотреть, которую хочется прям трогать. В остальном все стандартно. У нас стандартное головное устройство. Здесь у нас прикуриватель, гнезда для зарядки, для SD-карты. Все крутится, вертится, все работает. Темный салон с синими вставками, светлый потолок. Темный потолок был бы, конечно, поудобнее, покомфортнее. Но, опять же, в маленьких машинах в основном потолок делается белый, чтобы визуально места казалось больше. Но, ребята, есть один минус, и, на мой взгляд, он весомый. Нет подлокотника. То есть, ну, прям реально нет подлокотника, и он здесь нужен. Прям реально садишься, и неудобно начинаешь наваливаться. Очень хорошая боковая поддержка. Есть в поворотах, ты не будешь ввальться. Но интуитивно хочется куда-то руку положить свою. Если у вас рядом нету какой-нибудь кисули-девчули, руку куда девать? Некуда. Слушайте, ну, вот здесь я бы не сказал, что прям комфортно. Хотя я всегда, как бы, стараюсь о машинах максимально позитивно рассказывать. Но здесь реально, ну, как тут ехать? Вот так. При том, что я, ну, не самый высокий человек, да, в мире. И не до самого конца у нас отодвинутые сидения сзади. Но сзади реально, ну, для детей. Для детей, либо для коротконогих, взрослых людей. Если вам комфортно сидеть сзади, значит, вы либо ребенок, либо коротконогий. Смотрите, опять нету, с правой стороны нету кармашка для всяких мелочей. С левой стороны опять кармашек. Здесь у нас, кстати, всякие японские письма счастья. Можно посмотреть. Что-то прям пришло с Японии, даже, смотрите, с печатью Мазда. Это, наверное, что-то очень важное. Все по-японски, ребят, ничего не понятно. Так что, пускай новый хозяин разбирается. Слушайте, ну, по ходовым качествам тоже меня радует вполне этот автомобиль. А, вот что я думаю. Чего шумит так, ну, нельзя кто? Как и во всех хэтчбэках, в принципе, есть дефицит по шумоизоляции, я бы добавил. Вот, но это уже личное дело каждого. Если поддать газку, да, в салоне ощущается, все равно слышно шум мотора. Ну, по мне, это скорее плюс, чем минус, потому что я вот люблю. И долго приходил к этим гибридным технологиям, именно по ощущению, потому что не слышно мотора, как так, что здесь машина вообще. Вот, здесь все-таки шум мотора остается. В салоне его слышно. В общем, по ходовым качествам машина сбитая, рассчитана под город. Есть запас мощности, при том, что вот когда мы снимали Акселу полтора часа, мне прям там не хватало. Здесь, ну, не знаю, может быть, просто я по-другому как-то воспринимаю этот автомобиль. Да, все-таки не совсем серьезно, все-таки это малышка. Вот, но достаточно мощности, достаточно для города, вам будет хватать. Вот, запас есть всегда, можно газануть, можно кого-то обогнать. У нас нету здесь никаких подрулевых лепестков. Машина у нас на автомате обычном, это не вариатор. Вот, есть режим спорт, который у нас позволяет затягивать обороты, то есть переключение при более высоких оборотах у нас. По мягкости машина прямо вот в меру. То есть ее не болтает, но вот эти неровности она глотает, ну, прям как надо. Автомобиль действительно достойный. Вот мы выехали на трассу, спокойно машина набирает разгон. Есть еще одна особенность, здесь педаль газа, как в автобусах, знаете, то есть не сверху вниз вы ее давите, а вот так вот, качелей. Вот такое. Тоже к этой штуке быстро привыкаешь и вполне, вполне хватает этого автомобиля. Я думаю, будете радоваться. Ну, в шумоизоляции добавить, есть ощущение, что как будто поддувает у нас форточки. Годно, годно. Можно брать. Девчата, налетай. Самый старт за автомобили 1,3 литра, передний привод. Самой простой комплектации я нашел за последние три месяца статистики. 400 тысяч рублей, если не брать битье и топлички. Это реально бюджет, с которым можно привезти такую машину. Ребята, это не заниженные цены. Это будет автомобиль с большим пробегом. Там в среднем состоянии может быть 3,5, либо легкая R. Хотеть в хорошем состоянии 500-550 тысяч рублей, это нормальная цена для такой же машины за передний привод. Полноприводные дороже будут, дороже где-то тысяч на 50. Дальше все в зависимости от состояния. В общем, 500-550 до 600 тысяч можно привезти 1,3 полный привод. Если хотите 1,5, 116 лошадей на коробке, эти автомобили пока что проходные, есть 110 лошадей, они будут у нас доступны с 2018 года. Поэтому о них пока не говорим. В общем, старт за 1,5 литровые автомобили 500-550 тысяч рублей, это по самому низу рынка. Также 550-600 можно взять хороший. Дизельные варианты, которые самые интересные, на мой взгляд, то есть это реально новинка, с которой Mazda представила вот это поколение Demio. Стартует от 500 тысяч рублей, 550-600 можно взять действительно хороший экономичный дизель. Тем более в России много любителей экономить на топливе. Да, у кого-то есть вообще выход на дешевое топливо. Не стоит, конечно, заливать сюда всякие корабельные, там, отработанные и так далее. В общем, топливом хорошим сопротивлятием. Можно сказать, что Mazda действительно порадовала нас новым поколением Demio. Но в первую очередь это, конечно же, дизайн, который безумно дерзкий, классный. Ну и реально, если сравнивать с конкурентами, кто у нас в этом сегменте? Fit, Width, Swift, Note, это все тоже интересные автомобили. В каждом из них есть своя фишечка. Но по дизайну все равно первое место занимает Mazda. Особенно вот в таком дерзком красном цвете. Малышка. В общем, Demio остается достойным и надежным автомобилем, который твердо стоит на ногах в классе хэтчбэков. Я думаю, что Mazda будет продолжать нас радовать свежими новинками. Ребята, а какой хэтчбэк занял место в вашем сердечке? Может быть, это гибридный Honda Fit на роботизированной коробке? Может, это последовательный гибрид от Nissan Note? Или экологичный дизель от Mazda, как на Demio или CX-3? Пишите комментарии, будет интересно почитать. Если кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дергайте за колокольчик. До новых встреч! Компания «Сфера Кар» предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания «Сфера Кар» – ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.